Всем привет! С вами Прия. Многим уже людям знакома башня Таргаст. Даже тем, кто не играет в Альфу и, например, смотрит стримы или видосики, или ознакомливается своевременно с различными изменениями, которые публикуются на сайтах по типу WoWhead, MMO Champion. Там можно найти всякую интересную информацию касательно изменений башни Таргаст. Что мы видели раньше? Героический Таргаст, который был представлен на Альфе, начинался на 25 этаже, заканчивался на 72. На текущий момент, когда вы заходите, большая комната и различные порталы, двери слева, справа, спереди. Там можно заходить в них, тестить их, и они отличаются по своей долготе прохождения. Само собой, по-моему, справа коридорчик, он имеет 18 этажей на текущий момент. Слева это обычные квести, которые имеют там то ли по 6, то ли по 12 этажей. То есть я не все там глянул, но все же принцип таков, что ограниченное количество этажей в текущий момент на Альфе. Суть прохождения Монком заключалась в том, чтобы просто-напросто посмотреть бафчики от особенностей аниме. Суть в том, что Монаха добавили недавно в эту башню, до сих пор еще не добавили ДК, паладина, по-моему. То есть получается так, что, так как Монах был введен недавно в башню, у него не все особенности аниме прописаны. Иконки сдвинутые, то есть, ну, мягко говоря, немножко все это не доработано. При прохождении башни вы все это сами увидите. Ну, и там я также высказывался касательно этого. Прохождение было на стриме. Вот. Так что это просто самые обычные вырезки со стрима. Приятного вам просмотра. Если возникнут какие-то вопросы, недопонимания в процессе прохождения, то дайте знать об этом в комментариях. Как уж смогу, так и отвечу. Ну, касательно того, что Монах класс такой, на котором я не очень много времени провожу. Поэтому ответы могут быть чуть-чуть неточными. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылках в описании. Ну, пойдем. Зал из Ковальда. Оно считается заданием. Угу. Хорошо. Окей, типа, внутр арт мы знаем, кто это. Это мобчик этот большой, который вылазит в 20 мхп и все такое. Счетчик смертей теперь изменен, да? Death remaining 5. То есть я могу максимум умереть 5 раз. Вообще за весь, наверное. Прекрасно. Касание смерти, дамедж увеличен. Типа, двойной баф? Хм. Ну, окей. Так, тут у нас что? Ну, это такое себе. Да, то есть увеличен время действия на 50%. Ну да, получается. И суммонит... Что? Что? И призывается... При первом комбате на этаже. То есть он сам автоматически юзается, когда я вступаю в комбат впервые на этаже. Ну да, это дамедж. Надо взять его, почему бы и нет. Сейчас он не появится, да? Очевидно. Я его сам призову. Не проблема. Touch of death cooldown reduced by 36. 36 чего? Секунд, процентов. Ну, я возьму. Это потенциальный дамедж, но какой-то непонятный. Диалинг дамедж with blackout kick inscribes the damage of your next keg smash rising sun kick of fists of fury by 25%. Нанесение дамеджа с помощью нокаутирующего удара увеличивает дамедж от следующего удара бочонка. Это хиловская какая-то, да, вещица? Удар восходящего солнца, по-моему. Либо неистовые кулаки на 25% суммируются 4 раза. Ну да, это круто. Я не понимаю, почему они вниз опущены касательно текста своего. Что за приколы? Тут талант дополнительный, да, получается. Тут скорость передвижения при призове мобчика. Кстати, нужно вытянуть его на панельку. Тут что? Что это такое? Монахи есть на стриме? Расскажите. Тайгер стайл инскрис your critical strike and hast by the total of your mastery and versa. Roll switches between. Типа, тут понятно, тигриный стайл. Стиль тигра. А что это вообще такое? Что это на монке? Что это такое? Я не в курсе, я не играю часто на монке. Ну ладно, какие-то дополнительные статы. Roll has one additional charge. Типа, один дополнительный ковырок. Ну или все, полет, да, в моем случае. Отличает талант корпусом работой. Пускай талант будет, почему бы и нет. Я, кстати, не заметил, он призвался в итоге, когда в бой вступил или нет. Но в любом случае, это надо его брать. Больше нечего. Блядь, даже карта не прорисована. Нечально. Ох ты, как много всего тут насыпало. Признай мою власть. Не, ну сори, если единственное место, откуда ты можешь делать свои приказы, это Белый Трон. Блядь, мне как бы грустно с этого. Так, что тут у нас? Сферка. Крит пускай будет. Ага, тут не хватает троечки, да? Может, я с чего-то дропну? Да, вон, у меня кувшины есть. Не понял, за что там за тряска была. Ты мог буянить, что ли, за стеной? Так, что там со сферой? Хаста пусть будет. Ааа, кулдаунс. Что? Ваши кулдауны уменьшены на 30 секунд. Но минимум 30 секунд. Чего? Окей. Кулырок кастует Тайгерс Ласт по всем таргетам. Что такое Тайгерс Ласт? Есть инфа. Это, наверное, какая-то дамагерская способность. Я, типа, не силен в этих английских терминах. Сейчас глянем перевод какой-нибудь. А, Тигрин и Орвения. В ряду находящимся таргетом. Это еще один псевдоталант на скорость. Да, ну. Я лучше снижение кдшек возьму. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, берем полную сумку с травой и рыбой. Чеките, насколько она полная. Я просто балдею с нее. 12 травы и 20 рыбы. Это так много. Реально, полная сумка. Иначе не скажешь. Флакон безмятежности. Мгновенно восстанавливает оружие Ордена. Это интересно, кстати. В данном месте критический урон атака. Вашу основную цель также поражает стрела. Вовифай, эллипс, эперозив, мистер, таргет, отхилл, стилл. Типа, используя оживить, половина от отхила наносится в виде дэмэджа от сил природы. Короче, какое-то дерево, не знаю, непонятное. Перекрученное, то, что ты хилишь себя за счет отхиленного отхила. Эти 50% бьют таргет. Там оно тикает. Короче, дыхание и убежище лучше. Вот так вот. Слабо интереснее просто. Мопчик, да? М-м-м-м-м, поехали. Да, кстати, Нинзао призвался. То есть это первый файт на этом этаже, и он призвался. М-м-м-м-м, поехали. Пойдет. Все, да, получается на этом, типа, это задание выполнено. Красивая, кстати, астральная форма при использовании оружия Ордена. Чекайте. Ну-ка, если окна перса открыть, не, а там она такая же. Красиво выглядит. Расскажи, как было в прощих, в предыдущих аддонах на альфах, если концептуально классы поменяли. Как сейчас, то что-то еще будет меняться прямо с того, или как останется, учитывая в предыдущих аддонах. На этом, что мы еще не видим легендары, комменты, выставим талантов. Ну, вообще, типа, да, в чате и одно и второе сообщение правильное. Мне, типа, нечего сказать. То есть, как осталось из нового класса, так она и остается. Короче, это, наверное, бесконечное похождение. Тут героев уже можно будет выбрать. Что это? Что из-за извилистей коридоры? Созвездия? Ну, я не знаю, что они делают, но я их возьму. Пускай они будут. Почему бы и нет. Заметили, да, бафы на монке какие-то максимально непроработанные. С ними вообще ничего не делали. На них как будто просто забили. Что-то не переименовано, что-то не сделано, что-то не доделано. Какое-то отношение к монахам такое дерьмовое. Не заметили? Я вот заметил. Огнеполох. Пускай будет ради дэмэджа. То есть, мне дали упрощенный рецепт в виде таланта. Ну, возьму Огнеполох. При разламывании филактерии повышается скорость на 2% и дэмэдж на 2% на 20 секунд. Стакается 100 раз. Ну, то есть, если только я каждые 20 секунд буду ломать урны. Такое себе. Я не думаю, что будет проблем с дэмэджем. Так что, можно и фантазму взять. Увеличенную. Собственно, вот если веб как-то отдалить на максимум. Но я не вижу смысла ее держать настолько отдаленной. Поэтому я ее беру и просто вот так вот приближаю. Ну, могу вообще вот так вот приблизить. Но это слишком. Вот. Хотя, а че нет-то? Да, вот все. Ку, привет. Страшно, да? Ну, так вот. А нельзя ближе. Все, это максимум. Ну, пускай крысы убегают. Это не проблема. Хостах хотя бы дэмэдж даст. Это будет интереснее. Ну, скажем так, из всей этой тусовки я уже ни с кем не общаюсь. Провоцирование. Типа, срабатывание. Срабатывание коста, точив карму. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Если будет карма юзаться в мобов, в которых я бью. Это будет забавно. Дэмэдж. Притом, такой прирост хороший. 40% на 15 секунд. Слишком много. Да, пускай оружейная смазка будет. Ну, еще дэмэдж лишним не будет. К тому же он стакается. Да, 80%. Окей, ладно. Короче, будет. Пускай будет. Пускай, наверное, талант еще один будет. Волнуться и возьму. Ну, это при ломании филактерий баф идет. Это то, что крысы не убегают. Не знаю, это, наверное, талант нужно брать. Ну да, талант поинтереснее будет выглядеть. Оно не делает дэмэдж, оно просто увеличивает твою искусность. Нет, наверное, все-таки посох будет лучше. То есть прибавка ко всему. Это прикольно. Его дэмэдж увеличен на 50%. И он цепляет два дополнительных таргета. Ну, это, кстати, прикольно. Очень даже хорошо. Каждое использованное смертельное касание увеличит на 5% хпшечку при использовании укрепляющего отвара. Ну, то есть каждый следующий отвар будет бафнут на определенное количество процентов. Вот я что могу сказать. Я не хочу это брать. Я не юзаю кнопку оживить. Вот если она просто так будет, эта особенность висеть. Пускай флакон будет. Если что, хп себе экстренно подниму. Получше будет выглядеть в целом. Ну, это опять то же самое. То, что нокаутирующий удар имеет на 50% больше дэмэджа и поражает еще две цели. Тут что у нас получается? Круговой удар ногой имеет на 5 секунд меньше кд. Тут спиннинг, крейн, кик, радиус и дэмэдж, пинскрист, бэй, 25%. Спиннинг, крейн, кик. Танцующий журавль. Спиннинг. Ну, типа, спиннинг. Да нет, тут надо нокаутирующий брать. Так, сферку одну, сферку вторую покупаем. Крит можно взять, версу можно взять. Ну и все, дэмэдж от крыс брать не хочу. Не вижу смысла в этом. Играя на лайве нужно брать души, но тут мы возьмем талант. Другой. Тут что? Еще одно созвездие, может. Не знаю, будет ли оно стакаться, но посмотрим. В созвездии это призыв второго небожителя. Может, призовется третий при нажатии кнопки. Посмотрим. Тут что? Еще один флакон света взять. Ну да. Хотя можно было бы и минус 5 секунд, когда станут взять. В целом, что то выживание, что это выживание. Зачем я флакон не узал, если он с тачи умер? Что? Что за курица? Однажды я стану реальной силой. А пока что это увеличение статов на 3%. Ну типа, псевдошутка. Наверное, разгон киксмеша возьму. За счет использования нокаутирующего удара. Да, классовая была особенность, если что. Со значком курицы с иконкой. Все прикольно. Ну это альфа, что поделается. Тут не все иконки прописаны, не все рисунки имеются и все такое прочее. Я не хочу брать гематоматор, потому что он в минус будет играть. Мне придется мобатом вручную расконтролировать. Я не хочу тратить на это время. Я просто возьму броню себе увеличенную при использовании способности ковенанта. И все. Еще после этого оружие, я юзну, у меня все статы повысятся на 45%. Вторичные. Короче, чекайте, что статами будет. Это вообще жесть. Вот и все. Ну там, тач сверху и кнопок отъезжает. Так. Вот, вот теперь можно взять байку. Теперь это будет очень хорошо. То есть за счет того, что у меня увеличены там все вторичные статы, то это будет хорошее комбо. То есть, как только я вхожу на этаж, 2 минуты оружие не имеет кдшечки. Угу. Ну поехали. То есть, я могу его под стопроцентным оптаймом просто держать, да и все. Ой, тут тупик. Бывает. А, это элитник, который демод усиливает наносимые от времени пула своего. Понимаю. Так, тут у нас что? Ну, тут еще больше искусности. Но, по итогу, это не просто больше искусности, а еще больше вторичных стат. Потому что взять талант на то, чтобы все вторичные статы повышались при использовании оружия Орза. То есть, все вторичные статы. Не только искусность, но еще и хаста, инверса. Ух ты! Ну да, наверное, специи пускай будут ради разгона хп. Хотя можно было и правый талант взять, чтобы разгонять дамадж от каждой сломанной урны. Ну, что-то как-то... Такое себе. Не, это на монке все очень прикольно проходится. Скорости очень много и скорость зачистки высокая. Само собой, если баф набрать интересных всяких... Ну, я набрал. Мне повезло. Дамадж от крыс не хочу покупать. Тут что еще сральнется интересненькое такое... Ммм... Дыхание бессмысленно. Стоит признать. Так, и вторая сферка. Ну, на долгосрочную основу, конечно, левый лучше. Все верно. По мне еще что-то тикает. 5% хп. Каждые 5 секунд. Типа... Афикс? Я его вообще не чувствую. Он промахивается по мне. Это же забавно просто. Ну, моб отлетает. Моб очень быстро отлетает здесь. Все. Был моб, нет моба. И все. Это героический торгаст, как я правильно понимаю, да, теперь? То есть, его настолько сильно сплющили в рамке альфа-тестирования? Окей. Прикольно, что. Ну, что, чат, как вам на мамке, собственно, прохождение? Ну, мне кажется, слишком динамичное, хорошее. Заходить в другие кварталы, что ли, в башню? Глянуть, что там творится вообще. Ну, то есть, если по итогу 25-72 этаж был сокращен до 1-18, но это как-то мало. То есть, правую я прошел вот только что. Левую тоже прошел. Так не, я типа чуть-чуть пройду и убеду, если что. Это что такое? Это между мир и охладнокровных. Ну, почекаем, чекаем. Так, с первого этажа так же, да, начинаем. Ну, да. Больший рейндж. Опа. Добавчик, да. Вероятность крита повышена. Новый урон от темной магии в размере 4%. Максимальный спас здоровья раз в 6 секунд. Это по мне, да? Дэмидж идет. Но зато крит повышен. Ну, прикольно. Я могу ее как-нибудь так юзнуть. Ничего себе. Чат красиво. Красиво, я считаю. Очень даже. Мистик тач. Что такое мистик тач. Это дэмидж какая-то дополнительная, поэтому почему бы и не взять его. Особая доставка, да? Ау, я дэмидж. Можно взять, почему бы и нет. Лишает возможности прыгать. Ну, с учетом того, что у меня есть цеполеты, в принципе, и как бы, и ладно. Не будем прыгать больше. Не очень-то и хотелось. Так, сферку возьмем. Крит возьмем. Ну, и все на этом. Сейчас сферки выпадет. Созвездие. Да, созвездие. Пускай будет. Это призыв еще одного небожителя во время использования кнопки. Классная способность. Когда-то она станет реальной силой. Ну, возьмем. Окей. 3% ко всем статам. 3% ко всем статам это лучше, чем снижение стана на 5 секунд. Регена хп или максимальная хп? Максимальная хп, наверное, получше будет. Регена хп и так вроде бы хватает за счет использования таланта. Ну, разгон удара бочонка пускай будет за счет нокаутирующего удара. Босс вдалеке и торговец вблизи. Ну, поехали. Закупочка. Верса всяко лучше, чем дэмэдж от крыс. Ну, просто тут крыс нет. И верса все-таки это верса. А дэмэдж от крыс-крыс можно и найти в целом. Там сферы нет, да? Но иногда она бывает там. На, еще 5% дополнительно на офис дэмэджа. Понимаю. Ну, как-то быстро мопчик отлетел. Очень быстро. 70 тысяч вроде. На, и все, да? На, это. Прикольно. Ну, то есть, можно было даже и не закупаться. По факту. Короче, понятно. Правое ответвление, которое я прошел 1-18 этаж, это переделанный 25-72. То есть, теперь не придется там 4 часа на альфе тусоваться. Теперь хватает только... Полчаса или час, чтобы эти 18 лвлов зачистить. Все от темпа класса зависит. Так, ну что, террарию пора ждать. Веб-ка я отдалю, наверное, немножко, а то, чтобы меня уже самого немножко дезориентирует сидеть так.